снова всем сердечный привет в эфире павел американский дальнобойщик каратель жид бандеровец агент газдепа предатель родины кровавая хунта и не забываем жирный тролль это все я и сегодня хочу ответить даже не прокомментировать потому что он комментировать особо нечего хочу ответить хочу ответить одному матерому пропагандону запоребрика который почему-то позиционирует себя как украинский блогер или украинский журналист речь как вы наверное догадались пошла или идет будет идти о анатолии шарии сподобился я анатолий со своих высот обратил на меня внимание в одном из своих роликов в крайне уничижительной форме он отзываясь обо мне в среднем роде сказал примерно следующее что меня пригласили на канал порошенко хвалить порошенко потому что более некому это сделать больше и вот дальнобойка который возит навоз по америке и который тупой дебилоид как он выразился пришел на канал порошенко не знаю на какой я вроде на пятом не был хотя не уверен что пятый канал порошенко ну да такое пришел хвалить порошенко окей я не буду это комментировать потому что ну бред да не совсем психически здорового человека комментировать грешно я хочу обратиться к анатолию шарию я не буду пользоваться его методами его способами его формами обращения потому что ну у меня есть чувство собственного достоин у меня есть чувство самоуважения когда я уже много раз приводил этот пример когда из подворотни выбегает песик какой-нибудь и начинает на меня гавкать я не становлюсь на карачки не гавкаю в ответ почему ну потому что это унизительно для меня и песик меня все равно не поймет потому что даже если я вдруг стану начну гавкать в ответ у меня акцент другой я не умею по собачьей лаять для того чтобы песик меня понял мне нужно стать песиком не нужно иметь собачье сердце собачью душу и собачьи мозги я не хочу становиться на один уровень с анатолием шариом но ответить должен поэтому максимально вежливо максимально корректно с дистанцией и на вы так вот неуважаемая анатолий вы позволяете себе выражаться так как вы считаете правильным ваше право у меня к вам несколько вопросов просто несколько вопросов на которые вы можете ответить публично мне тупому дальнобою дебилоиду который возит на вот по америке а можете не отвечать ответьте себе вопрос номер один вот скажите на службу крем когда принимают славословить владимира владимировича педофильного вы там проходите какие-то специальные тесты потому что я как не посмотрю на вот этих вот пропагандонов кремлевских но у каждого какие-то серьезные проблемы на одну и ту же тему либо педики хотя это не проблема в америке либо педофила вот ваш анатолий работодатель записной педофил мир облетели фотографии где он целует мальчиков в пупок от него из-за этого ушла жена его лондонский суд признал таковым 21 января 2016 года в своем решении косвенно признал владимира владимировича педофилом против вас анатолий точно также возбуждены возбуждено уголовное дело в котором вы подозреваетесь педофилии ваша родная сестра вас обвиняет в этом в том что вы приставали к ее детям повторю вопрос в этом проходите тесты на педофилии почему вас так сильно поддерживают в кремле почему вас так сильно поддерживает спецслужбы россии это первый вопрос наверное вы имеете много общего со своим боссом может у вас там совместные оргий я не знаю второе что мне любопытно было бы узнать не боитесь ли вы анатолий ответственности за то что вы делаете потому что мы с вами оба понимаем что вы лжец я доказывать сейчас ничего не буду имеющий уши слышать но вы лжец вы брехун вы врете вы передергиваете вы подтасовываете вы манипулируете в любой факт который попадает вам в руки вы искажаете до неузнаваемости и вы даете на гора я понимаю вы отрабатываете заказ я понимаю вы под защитой российских спецслужб но я хочу напомнить вам вы позиционируете себя верующим человеком не боитесь ли вы бога анатолий потому что господу богу спецслужбы россии до одного места как и ваш работодатель господу богу не указ все те на кого вы рассчитываете в этой жизни вы же были как вы сами говорили вы же ходили какую-то протестантскую церковь каялись там наводили отношения со всевышним что я знаю точно протестантских церквях умеют объяснить взаимосвязь человека и господа бога и умеют объяснить ответственность за свои поступки если говорить с вами как человеком верующим вы много раз это рассказывали у себя то помните ли вы пример или притчу иисуса христа про дом который вы метают и в которой потом вселяются семь злейших вот не сдается она то ли что это про вас вы однажды очистить свою душу от лудомании от игровой зависимости когда вы по вашим собственным словам и по словам свидетелей когда вы проигрывали все что у вас есть уносили и продували в казино в эти попокаялись в эти по остановились но сейчас в вашу душу вошли семь злейших и вы снова стали игроманом стали лудоманом только в отличие от той прежде вашей жизни у вас сейчас на кону стоит совершенно другое вы сейчас проигрываете человеческие души вы играете на них потому что несмотря на все накрутки которые у вас есть несмотря на все вот эти вот задранные ваши рейтинги вас смотрят но много людей сотни тысяч смотрят реально смотрят и вот этим сотням тысяч людей вы калечите души своей ложью своей дезинформации своей клеветой своим передергиванием фактов своими манипуляциями анатолий вы не боитесь ответственности перед господом бога которого вы изучали протестантской церкви с которым вы там якобы познакомились подумайте пожалуйста над этим знаете в чем между нами разница между мной тупым дебилоидным дальнобойщиком и вами супер-пупер фильтеперсовым блогером разница в следующем я хожу по улицам с открытым лицом потому что я говорю правду и я никого не боюсь потому что даже если мне осуждено погибнуть за правду я приму такую смерть с гордостью библии сказано блаженно изгнанное за правду помните если вы читали когда-нибудь библию анатолий вы должны это знать если я пострадаю за правду если меня убьют за правду это будет огромной честью для меня вы анатолий трус вы врун вы говорите что вы живете где-то в странах европы в одной из страны европы это не доказано до сих пор вы не сделали ни одной трансляции своей ни одного материала с привязкой к европейской местности я например могу подозревать в том что вы сидите где-нибудь на луганке и вещайте оттуда а те фотографии где вы были там в странах балтии или европе там замечали вас ну так это же может быть экскурсия под контролем фсб повезли вас пофоткали что было как бы видимость была такая что вы типа в европе вы боитесь собственно тени анатолий вы боитесь выйти на улицу потому что вы знаете что вы врун вы знаете что вы лжец и вы знаете что ваша участь не завидно если вы попадете в руки правосудия вас ожидает очень плохие времена нормального правосудия небосманного в любой стране мира особенно в украине которую вы предали которую вы продали за чечевичную похлебку знаете наверное что такое если вы верующий человек вы продали свою родину анатолий вы продали свой народ вы продали своих братьев своих сестер вы все это продали вы служите сатане потому что сатана является отцом лжи и вы анатолий шарик выполняете его волю вы врете вы дезинформируете людей вы перекручиваете факты как я сказал и так дальше я говорю правду и между нами разница как между тьмой и светом как между добром и злом мы на разных полюсах вселенной находимся на разных краях галактики я на стороне света и на стороне добра потому что я говорю правду такая такую какая она есть вы говорите ложь вы будете анатолий за это отвечать и последнее что хочу сказать последний по поводу того что я вожу по америке я называю это духовными скрепами но вы назвали это навозом если это так анатолий то ну я думаю что это ворочка по фрейду с вашей стороны я вожу тот навоз которому уже который из которого будут строить якутские скульпторы вам памятник готовьтесь анатолий я буду очень усердно возить свой навоз из которого знаменитый японский этот якутский скульптор слепит вам памятник еще при жизни он его уже начал лепить будете вы анатолий вот этим петухом лудоманом вором педофилом вот это все будет написано на вашем памятнике вот подумайте над тем кем вы входите в историю да вы историческая личность в информ пространстве я тоже там имею свой так сказать форм фронт борьбы вас аудитория больше наверное и ваша ответственность больше будете отвечать и на земле и что самое страшное вот там будете отвечать анатолий нравится вам это или нет бог поругаем не бывает вы это знаете что ты посеешь то и пожнешь так говорит библия что посеет человек то и пожнет поэтому вы анатолий готовьтесь к ответственности за свою жизнь за свои дела за свои поступки за свои слова потому что иисус христос сказал за каждое праздное слово дадите отчет а то что вы говорите это не просто правдные слова это ложь который вы калечите человеческие души я бы посоветовал вам покаяться но свои почти 40 лет вы наверное понимаете все лучше и без меня если вы до сих пор не покаялись наверное вот эти вот семь злейших не дадут вам это сделать жаль не вас анатолий бог вам судья я вас не сужу я на вас даже не в обиде просто жаль что талантливый умный грамотный человек так низко по вы уже проиграли себя вы уже проиграли свою душу жаль не вас анатолий всех благ и дай вам господь покаяние с вами был павел американский дальнобойщик до новых встреч до новых комментариев обнимаю целую люблю женюсь пока пока